Сегодня мы поговорим о языке вместо того, не всего. Потом я это пристегну, притяну к общей линии. Язык отличается от логики. Это вечный вопрос, логика язык. В логике представлена только предикация, субъект предикации. Другой детализации логики нет. Поэтому логически фраза «веселая девочка бежит» означает, что у субъекта девочки есть два свойства, или два предиката. Она веселая, и она бежит. С точки зрения логики. А в языке, посредством языка, мы различаем виды предикации. Чего, логики, повторяю, нет. Логики просто предикации. Языки мы различаем виды предикатации. Мы говорим, что веселое – это свойство, а бежит – это действие. В логике высказывания «веселая девочка бежит», а грустная девочка сидит – это означает, что есть два субъекта, две девочки. У каждого из них по два свойства, по два предиката. Одна веселая бежит, а другая грустная сидит. А в языке этого высказывания означает, что две девочки, два субъекта, связываются, соотносятся, сравниваются по свойству и по действию. Что происходит в языке в языке? Происходит конкретизация предикации. Развлечение видов предикации. Логика останавливается на предикации как таковой. Язык определяет виды, роды, способы предикации. То есть просто язык шире, чем логика. Можно и так сказать. Два субъекта сравниваются по свойству, веселое и грустное, по действию. Бежит – сидит. Значит, чего это происходит? Это происходит за счет языковых средств. Флексия, окончание – ая, в языке, в любом случае означает свойство, а не действие. А суффикс – ит, в языке, в любом случае означает действие, а не свойство. В чем самое интересное, что без языка это различие в видах предикации нельзя провести. Только отдавая себе отчет в языковой форме высказывания, мы различаем виды предикации. Только когда мы отдаем отчет в том, что имеем дело с лексией окончанием – ая и с суффиксом – ит. Как только мы перестаем отдавать себе отчет в эти чисто формальные языковые средства, ая навсегда ая – и веселая, и далекая, и смешная. Иглокая. Иглокая, наконец. И ит всегда действует, все равно сидит, блестит, веселит, смешит. Ну, если посмотрите, а у аристотеля ведь тоже глаголы… Кудрячить. Глаголы же тоже понимаются как предикации в категориях. В категориях присутствуют, во-первых, прилагательные, да, там, какая, какой. А во-вторых, у него вот там есть и глаголы тоже, тоже участвуют. То есть в каком-то смысле, что девочка бежит, это как бы девочка, которая предицируется некое действие. Это в логике. Да. Да, но без конкретизации рода предикации. Это просто предикат. Веселый предикат, один бежит, предикат другой. Все. А что тогда язык добавляет только в это синий язык? Язык добавляет сравнение, не просто сравнение, то есть не просто предикация, а два рода предикации. Предикация по свойству и предикация по действию. Поэтому двух девочек, я просто повторяю то, что сказал, с удовольствием повторяю. Поэтому двух девочек в логике мы просто сраниваем по содержанию. Одна грустная, другая веселая, одна бежит, другая сидит. То есть с радиовым содержателем. Называя все это просто предикатами. У одной девочки два таких предиката, у другой девочки два таких предиката. И все. Поэтому это замалкивает. Умалкивает. А язык нет. Язык продолжает уточнять, что есть сравнение двух субъектов, двух девочек по свойству. И совсем другое дело сравнение двух девочек по действию. А еще можно и сравнить по времени, по падежу. Куча видов, черт, хреново куча просто естественного в языке, видов родов предикации. То есть вот это то, что предикация бывает по свойствам, бывает по действию, это не исчерпывает возможные предикации? Ну конечно, по падежу, а время, а род, бездна. По любой грамматической категории? Да, конечно. Девочек можно сравнить по падежу. Можно по времени. Одна бежит, другая бежала. Опять же, забудет «ид», «а». «Ид» – настоящее время для глаголов, а окончание «а» или этот суффик, я не буду настаивать. Это признак прошедшего времени. Здесь язык бесконечный. Он меняется, естественно. Добавляется, убавляется что-то. Но главное остается. Язык, что делает язык? Язык уточняет, конкретизирует характер предикации. То есть, что происходит? Мы в самом языке проводим различия между предикацией, предикация остается, и родом предикации. Скажем, девочка веселая, девочка грустная. Корень слова. Я опять же не настаиваю на точности. Скажем, корень весел и корень груст. Отношение корней двух слов выражает предикацию. Просто предикация, какая есть и в логике. А вот «ая-ая» означает уже уточнение по свойствам. Что девочки сравятся не просто предикатами весел груст, а сравятся именно по свойствам, а не по действию. То же самое «бежит-сидит». «Беж-сид» – основа слова в некотором роде. Опять не точное филологическое выражение. Корень, а не основа. Будет. Вообще, по-моему, нет основы. Часть слова «бежит-сид» означает предикацию, удерживает смысл предикации, удерживает языке логику, а «ит-ит» означает, что сравниваются девочки по действию, а не по свойствам. То есть язык структурируется. Деление на корни, суффиксы и окончания несет смысл совершенно определенный с точки зрения логики. С точки зрения логики у него совершенно определенный смысл. Конкретизация – предикация. Еще раз, языки удерживают соотношение предикации, но возникает структура слова. У логики нет структуры предикации. То есть, чтобы я лучше понял, то есть в языке конкретизируется именно род предикации, но не сам объект предикации, потому что, например, девочка веселая и девочка веселится. Мы понимаем, что содержательно, очевидно, предмет, девочка, определяется идентично и там, и там. Но род предикации разный. И именно род предикации различаются в языке, но не то, как определено, содержательно, как содержать на определенный предмет. Ну, как сказать? Понимаете, ведь субъект определяется предикатом, сам по себе, он ничто. Без предикации. Что такое девочка веселая в себе некая, до предикации мы сказать не можем. Поэтому, если меняется характер предикации, то меняется и представление о предметах. Наверное. Потому что просто без предикации субъекта нет. В нашем с вами построении это будет до всякой предикации вещь есть вещь. Помидор есть помидор, если помните. А девочка есть девочка. То есть о девочках, вначале мы знаем только то, что они находятся в разном месте, в пространстве, и все. Больше ничего не знаем. Когда мы задаем простую предикацию, логическую предикацию, у каждой девочки по два предиката, по два свойства. Мы так задаем отношения этих девочек. А если мы конкретизируем предикацию, то мы иначе, наверное, иначе задаем отношения девочек. Мы уточняем, что... Это мы даже понимаем, что вот они по действию различаются, а это, наверное, различаются по слову. А это по падежу. А это по времени различаются. Не знаю, меняется представление о девочках или нет. В этом случае. Надо подумать. По крайней мере сказать, однозначно, что девочки остаются девочками. Из-за того, как мы их определяем, это тоже, наверное, не будет совершенно правильным. Безусловно, правильно. Причем, чтобы различить роды предикации, мы должны сначала установить их в языке. То есть здесь есть первенство языка. Мы не можем подойти к девочкам с точки зрения свойств и с точки зрения действия, с точки зрения падежа, если сначала в языке мы не сформулировали формальные языковые средства для соотнесения свойств и действия. I, I, I. Сначала в языке. Из девочек мы не извлечем то обстоятельство, что они сравниваются по свойству и сравниваются по действию. Если это прежде, нет в языке. Вот это смотреть на девочек, что вы хотите. Вам никогда не придет в голову без помощи языка и вне языка сказать, что вот так они различаются по свойству, а так по действию. А так по падежу. Это получается, что девочку мы мыслим, исходя из правил, которые задаются языком. Получается так. Так а мыслим ли мы вообще? Может быть, язык мыслит? А мы только просто как бы выхватываем это мышление языка и высказываем. Кто мыслит? А у нас получается, что мыслит язык. А мы просто повторяем, как попугай. Потому что до всякого высказывания язык уже различился. Ну, получается так же, что мыслит язык. Еще раз повторяю, и из девочек, естественно, мы ничего не извлечем. Ну, это как бы и не новость, почему, собственно, вообще мысль из мысли. А предмет становится формой. Так что же нас будет удивлять, если в данном случае мысль движется через форму языка, сначала получает определенность через определенность языка, а потом в этой определенности становится предмет. Предмет меняется всегда после мысли. Нет, предмету-то да, а мысли? Потому что до сих пор мысль была той формой, которая, собственно говоря, являлась источником определенности. Да, всей определенности и всего движения. А здесь получается, что источником определения является нечто иное, чем мысль, язык. Некий посредник, да? Медиум некий. То есть, нечто как бы, что все-таки не мысль, действительно. Нет, это отлично согласуется с огромным количеством современных концепций. И с огромным количеством чисто позитивных наблюдений над разными языками, и тем, как они влияют на восприятие людей. И это да. Но просто внутри, как это согласуется с предшествующими рассуждениями? Ну, я обещал сначала поговорить о языке, а потом вставить в общее строение. Но сначала вот о языке. И так действительно получается, что сначала мы в языке делаем развлечение видов, родов, кредикации по свойству, по действию, по дежур, по времени и так далее, по роду. А затем мы уже обращаемся к вещам и в них различаем мысленное, или даже, может быть, восприятие, что это вот отношение по свойству, это по действию и так далее. Просто раньше у мысли был прямой доступ. А еще не надо было никакого языка, и мысль прямым доступом как бы там оформляла становящийся предмет. А сейчас как-то зачем-то вдруг возник посредник? Ну, возник, да. Взял и возник посредник. Ну, мысль внутри себя тоже как бы, только вначале была непосредственно предела предмета, а больно более в потних стадиях мысль связывалась. Сначала строили, и самой себя строил некую структуру, а потом же в эту структуру вливалась становящийся предмет. Теперь это структура, язык. Так может быть мысль и язык сформировал, как среду, в которой она обитает? То есть надо было сначала говорить о том, как сформировался язык. Ну, Булат, Олег Михайлович сказал, что как бы связь с предыдущим построением как бы будет показываться потом, а сейчас просто о самом как бы языке, что он есть. Язык выстроен уровнем, фонемы, звуки, не просто складываются в морфемы, в морфемы. Псология, проще говоря. Впрочем, не точнее. А фонемы не просто складываются в морфемы, а фонемы являются отношением морфемы. морфемы не просто складываются в слова, а являются отношением слов. что это значит? Это значит, что мы слышим звук только в том случае, ну, различаем звуки, только в том случае, если они различают слуги. Мы слышим морфемы только тогда, когда они различают морфемы. А и Е мы слышим, различаем ухом только тогда, когда они различают МА и МЕ. Точно так же МА и МЕ мы различаем и слышим ухом, когда они различают МАМА и МАМИ. только тогда. Это что значит? Это значит, что звуки фонемы не предшествуют словам никоим образом. Мы слышим А и Е только если различаются МА и МЕ. Мы же бывают слышим не язык, а просто звук. Но они не будут языком. Поэтому я говорю такие звуки фонемы, строго говоря. Вообще-то звуки мы слышим в море, например. Вот кот, допустим, он же не говорит, он просто мяукает. И на разных языках это мюченья на самом деле выглядит по-разному смысле звук и панемы махем. Так вот что он делает? Сам мяучит или язык заставляет высказываться соответственно этим панемам и махемам? Влад, мы мяучени кота не ищем речи. Почему? Он же говорит мяу, говорит, мяу. Ну, а это не означает мама. Ну, как? Что, означает? Нет, в принципе, тупо мы слышим кукарьку почему-то. Ну, и что? А, например, какой-нибудь англичанин, я не помню какой у них, но у них не кукарьков никак. Да, у них кикетель ду какой-то там. И каждый услышит по-разному. Поэтому первичнее ли все-таки вот эти морфемы и фонами? Может, первичнее сначала смысл, а потом уже все остальное? То есть, вот как-то беучит код. Не важно, как он это делает, важно, что это код и это его действие. А уж как-нибудь мы его обозначим? Еще раз, проблема не в том, чтобы код, а проблема в том, как складываются звуки в слова. Проблема состоит в том, как звуки становятся частью языка. Я понимаю, но проблема состоит в том, что язык это конвенциональный. Если код не будет мяучить, он будет как-нибудь по-другому обозначаться. Почему здесь код? Код вообще ни в языке не участвует. Не, потому что если человек говорит, то можно заподозрить на самом деле, что как бы язык кто-то первичный, что-то нечто первичное. Но если, допустим, просто звуки природы или звуки животных, то уж никак нельзя заподозрить, что здесь язык первичный. В том смысле, что ведь мы тоже их переводим на некий язык. Язык, это звуки, они для нас точно такой же некий язык природы. Да это не язык. Почему язык? То, что существует слово мяу не означает, что код разговаривает. Неизвестно, понимаешь? Когда я приходу домой, код очень явно мне со мной разговаривает, чтобы я его накормил и прочее приласкал. Поговорите об этом своему коту, ладно? Нам сейчас важно понять следующее, что сначала мы различаем морфемы, ма-ме, а затем вследствие этого различаем звуки, фонемы, а-е. Иначе, как я сказал, мы слышим а-е, различаем а-е только потому, что они различают ма-ми. Значит, сначала ма-ми-ми а потом а-и-е. То есть, как бы тут движение наоборот, не от звуков, к слову, сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз движение. Это вот открытие не мне принадлежит, но принадлежит моему покойному другу Васиновскому, и он меня 30 лет это сталкивал, и... Альфан Семенович умер. Если так согласно этой логике, значит, слова еще первичнее, чем фанами? Еще первичнее, потому что мы различаем ма-ми только тогда и постольку поскольку различаем мама и маме. Значит, сначала слова, потом слоги морфемы, а потом тихо-ми предложение. Разумеется. Мы различаем в свою очередь мама и маме только в том случае, если оба слова участвуют в высказывании. Я сказал маме, мама сказала мне. Так а дальше на что получается? Тексты перевищены тогда отдельный праздник? дальше я не стал думать, не стал быть думать, можете подумать сами. Достаточно высказывания, поскольку мы работаем с логикой, уровень высказывания нам достаточно. Наверное, языковеду интереснее добраться и до текста, но пока нам это не нужно, просто нам будет вред. Сначала высказывания, потом слова, потом морфемы, потом фонемы. Это и означает, что фонемы являются отношением морфем. Когда я говорю фонемы являются отношением морфем, я говорю следующее, что сначала я различаю ма, ме, а затем и вследствие этого я различаю ма, ме, Сначала я различаю и в свою очередь морфемы являются отношением слов. Это и означает, что сначала я понимаю различие ма, 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 ме, а затем вследствие этого понимаю и различаю ма, ма и ме. А в ма и ме различаю а и е. А как насчет звукоподражательной теории, что на самом деле язык пытается повторить сами объекты? Купит их, купит уху, кукарекует, кот мерукает. Это как бы уже звукоподражательная техника. А стол что делает? Стол, не знаю. Но во многом там есть... Стол молчит. В греческом языке лалия, как бы говорить и многие такие слова имеют звукоподражательную природу. Как бы ла-ла-ла или варвар, да, вар-вар-вар как варвар. То есть... Ну, это ведь все-таки другое. Это то, как конкретные звуки складываются в слоги, конкретные слоги складываются в слова. Это другая наука, другой предмет. То есть генетически они могут двигаться в обратном последовии. Сначала звуки, потом фонены и так далее. Не могут. Так вот об этом разговоре. Если бы генетически все могло возникать естественным образом и из простого сложного, тогда вопросов не было. Но у нас получается, что и генетически сначала сложное, а потом распадается на простое. Это же старая тема, начиная с Декарта, что-то. Все должно строиться от простого к сложному. А у нас получается сначала сложное, а потом оно распадается на простое. Да, именно так у нас и получается. Если говорить о теориях языка, то кроме Осиновского нет ни одного, я понимаю, филолога, который бы понимал, что движение идет не снизу вверх, а сверху вниз. Я не встречал таких. Обязательно сначала звуки, потом из них слоги, и слова в слова, и слова в предложение. Это настолько вещь как бы незыблемая. Все знают, что язык состоит из уровней, а эти уровни, фонемы, морфемы, слова-форма, высказывания, текст, это разные уровни. Но все знают точно так же, что звуки складываются в слоги, в слоге складываются в слова, а слова в предложение. Это не подлежит даже, чтобы я понимаю даже. Но это не так. Тем не менее, это не так. Мы действительно слышим А и Е только потому, что сначала различаем МА и МИ. А за теми вследствие этого слышим А и Е. Ну то есть, поварим не одновременно, а логически это последует. Просто есть же такой миф, что язык был дарован людям-богами, да? То есть, сразу ребят был из этого разряда. А не так, что он возник, что люди сначала не умели говорить, а потом как-то там научились, подражая. Нет, ну это не важно. Даже если они учились сами говорить, сами его выдумывали, то вопрос в том, как они его выдумывали. Они сначала выдумали звуки, а потом придумали, как их складывать в слова, или они сначала произносили какие-то слова, которые потом могли расчленить на звуки. В этом все дело. Ну вот в Библии, допустим, Адам дает имя всем вещам. Но ведь он это делал логически, перед ним просто предиксирует, да? Фактически. Вот он видит и дает слово, видит и дает слово. Тут же не идет речь о языке. Речь идет просто о предикации логической. Ну даже здесь, обрати внимание, он не создает звуки, он не создает буквы, он прямо слова. Да. Сразу слова, да. Вот я и говорю, что все-таки есть такая тенденция, что он сразу некая цель издана. Мы ведь с вами дошли до логики. Мы построили свою логику, но это все равно логика. То есть субъект и предикат. У нас субъектом является отношение вещь есть вещь, а предикатом отношение четырех свойств, по два свойства из каждой вещи. Это тоже субъектно-предикатное построение, но это субъектно-предикатное построение. Мы ее выстроили, мы прошли все этапы и построили. Получилось вот. Теперь мы берем это высказывание за высказывание. Вещь есть вещь, вещь красная и круглая, вещь зеленая и протолковатая, вещь помидор, вещь огурец. Ну и так далее. Сейчас я не буду это повторять. Мы все равно построили сначала высказывание. В основе которого лежит простая предикация. Вещь красная и круглая, вещь долговатая и зеленая. Простая предикация без уточнений. Теперь, взяв высказывание, а точнее говоря, опять же, два высказывания, потому что девочка грустная не бывает без девочки веселой. И девочка бегущая не бывает без девочки сидящей. Поэтому нам все равно нужно два высказывания, чтобы смысл забыл. Минимальная структура высказывания – это, по крайней мере, две девочки, и у каждой девочки, по крайней мере, по два свойства. Наберем эту структуру, которая уже получена, и идем сверху вниз. От высказывания к словам, от слов морфемам, от морфем к фонемам. И уже морфемы, фонемы, и смысл этого движения сверху вниз заключается в том, что мы по ходу этого движения конкретизируем предиказ. Зачем нам это делать? Зачем нам идти от высказывания к словам? Ну, словам еще ладно. От слов морфемам. Зачем? Для того, чтобы конкретизировать предиказ. Есть такая теория у психологов, теория Выгодского, внутренняя речь. Что как бы есть некая внутренняя речь, которая как раз на каком-то уровне, из которого потом рождается любая другая конкретная речь. То есть это такая вот речь, она как бы именно что-то типа смысловая такая речь, где все связи, они обозначены логически, но тем не менее многообразны. И потом уже в реальной речи она как бы разворачивается в виде некоторой последовательной речи. А вот эта внутренняя речь, она не последовательная, она как бы там одновременно. Просто что-то такое можно тоже придумать, что некая терраформа, мысль, она на самом деле изначально в свернутом виде есть своего рода внутренняя речь, которая потом разворачивается в последовательную конкретную речь. Потому что у языка есть такая особенность, что он последовательный, что язык как бы это слово, некоторое разворачивание во времени. Вот логика дана сразу, и то, что она во времени разворачивается, это как бы вторичное и еще что-то как бы несущественное. А у языка то, что он во времени разворачивается, это существенно. А вы, Олег Михайлович, по-моему, говорите о каком-то языке, который до времени, который не разворачивается в последовательности. Ну, разумеется, это не временное движение, это движение логическое. Сначала слово, потом в словах мы различаем. А там возникает также различие, как есть синтагмы и есть синтексис. Как раз внутренний язык построен на синтагмах, на каких-то смысловых связях. А синтексис – это некий способ, как эти синтагмы непосредственно к конкретной речи воспроизводятся в последовательном виде. Применяются падежи и прочее. То есть, есть некий замысел во внутренней речи, который потом уже просто разворачивается в конкретной речи. Ну да, так вот, это вот действительно есть. В общем, это так представляется, что я вырос, но не вижу, как она все-таки приедет. Ну, разве в том смысле, что у нас не во времени. Поэтому нет, это не совсем, это язык. То есть, это нечто как бы доязыковое, но которое порождает язык. Что это? Ну, Олег Михайлович, то, о чем ведет речь, как бы, оно не совсем как бы язык. Потому что язык – это всегда некая последовательная. Ну, как бы язык – это речь, да? Всегда последовательная. Или мы можем говорить о языке как о каком-то явлении, как о феномене вообще. Это вот есть некий язык, типа английский, русский, вообще. Это, конечно, задача, на которой, может быть, и не удастся пройти. Задача о том, что языки бывают действительно разные. Не в смысле английский, а русский, а в смысле того, что есть аналитические языки, синтетические языки. Китайский язык построен совершенно иначе. Их, наверное, хорошо бы посмотреть. Если в аналитических языках, хоть в русском, хоть в английском, хоть во французском, хоть в немецком, движение идет таким образом от слов к слогам и так далее, то как обстоит дело в синтетических языках, я не представляю себе. Тоже должно быть движение сверху вниз по смыслу, но как оно выглядит, вот это, конечно. Это, конечно, самая интересная тема даже для нас, не только для филологов. Боюсь. Но сейчас мы все-таки не будем залезать в синтетические языки. Как минимум три уровня. Как минимум три уровня. Потому что, чтобы различать слова, должны быть различены слоги, но чтобы различить слоги, должны быть различены звуки. Чтобы различать слова, необходимо различать слоги, но чтобы различить слоги, необходимо различать звуки. Поэтому минимум три уровня. Ну, а максимум, естественно, не ограничен. Мы сейчас говорили четыре уровня. Высказывание слова Морфима Фонема. Но сразу надо заметить, что минимально необходимо для уровня устроиться у языка необходимо три уровня. Двумя не обойтись. Ну, это как бы уже, наверное, чистофилологическая, не логическая вещь. С точки зрения нашего построения все равно два уровня медицирования, но, по крайней мере, я обращаю на это внимание. Сначала мы идем таким образом, что фонемы являются признаком слова. Когда мы сначала различаем два слова «ма-ма» и «ма-ме», а за теми средствами этого различаем два слога «ма» и «ме», то мы тем самым структурируем слово. То есть делим ее на слоги. Смысл этой структуризации, я уже сказал и повторил, это вычленение видов предикации, родов предикации. В данном случае отличения свойств, действия, подержа и всего прочего. То есть «ма-ма-ма» имеется подержание, а деление подержа, действия, свойства, времени и всего прочего. Но затем мы берем этот признак, например, «а-е», и мыслим его независимо от той вещи, из которой он получит. Есть как бы два шага. Первый шаг. Мы говорим «девочка веселая», «девочка грустная». Мы сначала различаем «веселая» и «грустная», а затем и вследствие этого различаем «ая-ая». Но затем мы берем «ая» как признак, который существует независимо от слова. «А-я» всегда будет свойством, как я уже заметил, «веселое» или «далекое», а «я» всегда будет действием. Поэтому высказывание «веселая девочка бежит», а «далекая звезда горит» в логическом смысле полного отсутствия, если высказывания нет. Мы ничего не сказали. Мы сказали только «вобороте буденаски» или «дядька», и даже еще хуже. «вобороте буденаски» или «дядька» более потвердное высказывали, чем про «девочку-звезду». Логически это бессмысленно, а в языке это имеет смысл, потому что сравнивается «звезда» и «девочка» по свойству и по действию. Логически это бессмысленно, а в языковом отношении это смысленно. Почему логически бессмысленно? Мы же ничего не сказали, ничего не сояснено. Можно вообще простоAc dolfaa сказать и Group продицировать. Логически будет, как бы, и не важно что, предстоль будет с собой, альфа, как бы. Продицирование же, как бы, не обязательно имеет смысл, а просто 그다음, альфа продицировать, альфа продицировано, там не знаю, аба,Вгад,а, 3-2-, 4. Там неважно, что продицировать. Потому что сама логика только продицирует. Она смыслом не заниматься. Это же форма, а не смысл. Смысл как раз должен заниматься, вот язык должен заниматься смыслом. Как бы претензия того, что как бы бессмысленно что-то в логике, но в логике, как бы вообще говоря, не заботится о смысле, там заботится о другом форме. Ну, наверное, вы правы, да. Наверное, это я глупость морозил, что логический рассказ. Но как хотелось бы что-то выразить с этой глупостью? Понимаете, помидор красный, а гурец твёрдый — это, по-моему, всё-таки смысл и бессмысленно высказывание. То есть мы не сравнили помидорцев и гурцов. Сейчас было сравнить даже гурцов, а в этом высказывании мы их не сравнили. Ну, логика знает об этом, да, поэтому есть отдельное требование, что всегда соотносить по одному и тому же основанию. Вот, как вы это сказали, я это запомнил, но была тоже права, что логика занимается формами, они... Ну, если в логике есть, я просто не знаю этого. Если в логике есть требование модальности, то в языке этого требования нет. Я не знаю, есть в логике, но если в логике есть... А, есть же модальная логика. Модальная логика, что такое модальность? А, ну, качество. Помидор красный, а гурец цветный. А, в этом смысле. В этом смысле, да. Модальная логика. В смысле возможность, необходимость и... Нет, нет, я не в этом смысле. В психологии те же модальность, которые означают характер сравнения. Одно дело по свету, другое дело по трёхности. А слово значит модус, да? В модальной смысле модуса? Ну да, ну это термин такой психологический. Модальное свойство. Одно дело зрение, другое дело слух. Так вот, помидор красный, а гурец твёрдый, это высказывание некорректно. Не знаю где, в логике или где. Но в языке оно вполне осмысленно, потому что и и и означает свойство. То есть сравнение по свойству. Совершенно ясное логике. А в языке это высказывание несёт совершенно ясный смысл. Вещи сравниваются по свойству. По любому свойству. Предметно они... Предметно это высказывание не имеет смысла. Несравнение мы. Помидор с огурцовым. А в языке это имеет смысл. Потому что язык... Нет, если бы мы девочку с огурцовым сравнили. То есть девочка добрая, а огурец, допустим, зелёный. Можно ли зелёный сравниться с добрая? Нельзя было сравнить язык. Не, ну язык ты можешь же сравнить с языком. А язык может. Так это вот ошибка языка или его достоинство? Потому что Логик ведь и говорит, что мы много что в языке говорим, но мы говорим неправильно. Отсюда софисты появились, да, и борьба... Аристотель против них. Они же точно так же рассуждали языки. И точно так же выдумывали всякий софизм. Лысый и прочее. Аристотель сказал, что если мы обратимся к логике, то всё это чисто софизм. В нём нет истинности. А вы говорите, что как здорово, что язык может выразить то, что запрещено логикой. Ну вот я уже сомневался, что запрещены логики. Такие уже сказано. Помидор красный, а огурец возглаватый. Надо разобраться. Какому мы поручим разобраться? Вы заметите, когда Хадеги начинает говорить языки, он точно так же свалился в поэзию. Потому что у меня получается, что именно поэзия говорит что-то. Не логический трактат, не математически строго выверенные формулы, а почему-то поэзия. Вот она что-то говорит, что она там говорит по этой поэзии. Так же мы не скатимся, что в языке типа всё пойдёт и давайте сейчас говорить на языке. Там всё, что мы заранее придумаем, язык это долгополучно примет. Скажем так, он скажет хорошо. Скажем иначе, он скажет и это пойдёт. Ну это была более сложная тема, чем то, о чём мы сейчас говорим. Потому что всякие метафоры в основе поэзии. Вы думаете, что язык-то на самом деле опасен. Вы ведёте туда на самом деле, где опасно, где тёмный лес. На самом деле, где волки бродят, там медведи и прочее. И там куда ни глянешь, там везде опасность. Потому что язык тем и страшен на самом деле, что он больше нас. Логика, то мы ещё подчиняем себе. Мы ещё проверить что-то можем, какие-то формулы написать. А язык – всё. Это такая ошибка, которую мы никак не охватим. Никогда. Там можно только утонуть. Ну… Не пугать. Не удастся философски на самом деле так осмыслить язык, чтобы всё улеглось. Потому что он всё равно останется в огне. А посмотрим. Посмотрим. На мой взгляд, нам удалось сделать то, что веками осталось той самой тайной за семью печатями. Различить логику языка по существу. Это уже не плохо. Потому что написано бездно об этом, и всё мимо. Просто чёртово бездно написано. Как отличить логику от языка. А можно отличить довольно просто ясно. Как ни представляете. Что движение идёт сверху вниз – это тоже можно доказать. и так выделение признака. Выделение признака. Проходит как бы две стадии. На первой стадии мы, различив сначала слова, затем различаем слоги и различим сначала слоги, затем различаем звуки, структурируем слово, а затем берём выделенные таким образом признаки. Слоги являются признаками слова, звуки являются признаками слогов, а слова являются признаками предложения. Выделив таким образом признаки, мыслим признаки, а точнее отношения признаков, независимо от того слова, из которого они выделены. или мыслим звуки, выделенные из слогов, независимо от тех слогов. Что значит независимо? Это не значит, что они висят в воздухе. Это значит, что они применяют к любому слову. Мы взяли слово «весёлое» и различили «весёлое» и «грустное». Вследствие этого различили «флексуая». Заметили, что они одинаковы здесь. Могли быть разные. А мы это филологи заметили? Что значит? Потому что это же филология, что мы, Аля, там ещё что-то замещаем. Ну, филология заметили. Я не гордый. Нет, дело не в этом. Просто мысль-то как к этому относится? Посмотрим. Посмотрим. Я обещал строить. То есть, Олег Михайлович, получается так, что сначала мы производим различия предикатов внутри одного рода предикации? Или как? Или сначала мы различаем просто предикаты? Нет, правильно. Различаем предикаты внутри одного рода предикации. Весёлое и грустное. Это мы различили. Хорошо. Мы различили. И потом мы, спустившись от слова к слогам, мы чисто формально обнаруживаем, что здесь общего между двумя этими экземплярами одной предикации. Совпадает только Ая. И мы чисто формально можем тем самым мыслить Ая в качестве формального признака этого рода предикации. То есть, вся предикация сосредотачивается в Ая в некотором смысле? Да, в некотором смысле да. Весёлое ли, зелёное ли, далёкое ли, всё равно это по свойству, сравнение по свойству. Везде Ая. То есть, в любом слове, но поймите правильно, в языке всегда есть исключения. Когда я говорю в любом, я сам понимаю, что говорю. В 398 и 400 случаев, это так. А мне вот задаётся, что все эти окончания нужны только для того, чтобы другой понял, что я говорю. То есть, для меня ясно, что девочка, допустим, бежит. Мне не надо это произносить. Но чтобы, когда я говорю другому, чтобы он понимал, что эти окончания возникают. То есть, что именно девочка бежит и прочее. Отсюда рода возникает и прочее всё. Может быть, это всё-таки язык тут важного коммуникативной составляющей. Отсюда возникают все вот эти вот тонкости синтаксические. Потому что, теоретически, ведь мы понимаем, когда приезжает какой-нибудь узбек, да, и начинает без окончания говорить. Мы же всё равно понимаем. Нет. Почему? Твоя, моя, не понимаем. Но ты же понимаешь примерно, что там, что он такое говорит. Вот как раз в том фокусе, что непонятно. Глокая кузыга кудланула бока и кудрячет бакрёнка – это понятно. А твоя, моя, понимай – непонятно. Почему непонятно? По-моему, всем понятно. Нет. Просто не получается ли так, что эти окончания – это своего рода просто, ну, не знаю, как сказать, этикет, да, в языке. Хотя можно было бы «твоя, моя, понимай» там так и говорить. То есть используют только именительную поддержку. Вообще избавиться от поддержания. Сбережей не могу. Нет. Ну, нифига. Все равно так не получается. Ну, возьми какой-нибудь английский, где полтора падежа. И что? А тенденция то, что и падежи… В английском языке было много падежей, они постепенно просто… Неважно. Неважно. Сейчас, в теперешней ситуации, вот там полтора падежа. Нет. Гречные языки… Нет, подожди. Они выходят из положения тем, что есть грамматика, которая диктует расположение. Нет, у них есть предлоги. Для того, чтобы падежи… Ну, на самом деле, все падежи выполняют предлоги. Реально. Ну, не только. Ну, не только. А в тех случаях, когда функцию смысловую несет вообще интонация? И когда… Ну, иначе с интонированное предложение английское означает другое. Да. И это получается против языка же, если есть иначе интонированное. Иначе интонированное – это не язык. Интонация – это не язык. Так это против твоего тезиса, что как не ставь слова, все равно поймешь. Это как раз не поймешь. Потому что, если мало того, что от перестановки слов смысл меняется, а еще от интонации произнесения слов меняется, тогда я не понимаю таджика. Я понимаю глокую куздру, но таджика я не понимаю. Ну, хорошо. Ты можешь, конечно, не понимать таджика. Это понятно. Я просто говорю, опять же указываю на трудности, которые вот опять возникли в виде какого-то многообразного. Вот, например, интонация, она включена в язык или нет? Можно маме по-разному сказать. Можно зло сказать, можно сказать радостно, можно там, как-то там, не знаю, беспокойно и прочее. Это вообще тоже язык или это что-то другое? Вот, по ходу беседы, чуть-чуть поговорим в эту сторону, мы опять какую-нибудь проблему нашли. И так с языком, на самом деле, который объемлет все, будет постоянно. Там, я говорю, эта тема, на самом деле, слишком, как сказать, слишком такая огромная и неподъемная, чтобы вот можно было ее вот втиснуть в рамки мысли. Там утонет все, что хотите. Нужен дельфийский нырячий, там, как говорил, как раз, чтобы там что-то разобраться. Ну, подумайте, проверьте, я высказал тезис совершенно определенный. Язык делает одно-единственное. Вот, конкретизирует предикацию. Различает виды предикации. Как это выражается в интонации или в этих синтетических языках, можно посмотреть. Но тезис совершенно определенный, он не двусмысленный. Значит, признаки мы выделяем сначала, а затем делаем их независимыми от того, что выделено, и независимыми в смысле всеобщности. А я само по себе без какого-то слова, разумеется, не существует. Но независимость и всеобщность ая, ая-я-я обычно, ой-я-ея, независимость и всеобщность ая заключается в том, что она в любом слове, будучи включено в любое слово, дает этому слову смысл свойства. А ит, в любом слове, хоть свистит, хоть блестит, хоть бежит, в любом слове, дает смысл действию. Ит само по себе вот так вот висящее, оно, конечно, ничего не значит. Но отношение ая и ит всегда всеобщим образом будет отношением свойства и действия. А сегодня действительно получается глокая функция. Предмет оно ничего не значит, но смысл имеет. что предмет, имеющий какое-то свойство именно глокий, совершает такое-то действие по отношению к бабокрячек. И действие направлено на предмет, на кудренку. То есть и смысл еще и не в языке расположился, то есть смысла нет в логике, да, смысла нет в языке, получается. Да, самое это любопытное, на мой взгляд, заключается именно в этом. Если мы утрачиваем сознание языковой формы, Ну, предположим, то есть сначала мы сознаем языковую форму ая и ит, а затем мы мыслям каких-то вещей, там, девочек каких-нибудь или звездочек, удерживая сознание языковой формы. Как только мы утрачиваем сознание языковой формы, все, что было свойством и действием, становится свойством. Просто предикатом. Где веселая девочка бежит, если мы утрачиваем сознание языковой формы ая и ит, то, что она веселая, то, что она бежит, мы возвращаемся в логику. К простой предикат. Только в языковой форме существует различие предиказы. Мы утрачиваем языковую форму, получаем просто предиказы. Это можно сделать, можно действительно утратить, и ты просто вернешься к предиказы. Вот это, на мой взгляд, самая такая вот интересная, интереснейшая, интереснейшая вещь. Мы спокойно можем свернуть понимание языковой формы, языковых средств и вернуться в логику. Тогда веселая бежит будет просто двумя предикатами субъекта девочки. И больше нигде она не существует. Поэтому нельзя сказать, что язык выражает. Выражает, скажем, отношения по свойству. Отношения по свойству существуют в языке. Да, точно. Потому что выражает нечто, что в ней находится, а здесь только в нем и находится. Только в нем и находится, да. Вот это самое вот из того, что я сказал сегодня, это главное. Но тогда новое не появлялся. Как новое входит тогда, если в языке все есть? Ну почему? Входит новое, не все языки есть. В языке по-разному. В русском языке нет разницы между положением и действием. Между стоять и бежать. Понятно, что лежит это положение, а бежит это действие. Но в русском языке нет этого различия. И пытаясь мыслить, лежит и бежит, мы либо остаемся в пределах языка, и тогда понимаем это как действие. Либо мы попытаемся различить это положение и это действие. А это состояние горит. Это же не действие, не положение, а это состояние. Молчит, тоже состояние. Если мы отказываемся от того, чтобы мыслить через языковую форму, все становится просто предикатами. Один молчит, другой горит, третий бежит, четвертый лежит. Это просто предикаты и все. Вот этот горит, а этот молчит. Каждому свое. А если мы опираемся на языковую форму, все это мыслиться как действие. И горит, и лежит, и бежит. Потому что в русском языке это все означает «ид». То есть условно говоря «действие». Поэтому у нас как бы два состояния. Сознавать языковую форму, и тогда существовать в разных родах предикации. Либо не сознавать и возвращаться в логику с одной единственной предикацией. И предикация существует в языке. Не выражается, а существует. Движение сверху вниз от слов слога, словов к звукам, что означает? Означает, что признаки, которые мы мыслим, Айя, Ит. Признаки не являются, я еще раз это может произнести, не являются частями слов, а являются отношением слов. Потому что сначала слова, затем слоги. Поэтому слоги не являются частью слова. Они являются отношением слов. Отношением слов. Нет слогов, а есть отношение слов. Нет слов, а есть отношение высказываний. Это вот те слога, которые как бы вычленяются нами в качестве формального признака предикации той или иного рода. Это понятно. А другие слога, что тоже? Молчит, но Ит понятно. А вот это вот мол, оно тоже имеет смысл только отношение? Оно уже отношение высказываний. Потому что это, собственно, уже слово. Я думаю, я не уверен. Нет, ну у меня так получилось, что мол – это простая предикация. То есть, логика есть простая предикация и только. Вот. А в слове мы выделяем ту часть, которая сохраняет смысл предикации. И ту часть, которая конкретизирует предикацию. В слове есть часть, сохраняющая смысл предикации, чисто логический, и часть, которая конкретизирует. Все слово в целом конкретизирует. Та часть, которая конкретизирует, она выделяется в признаке слова. А точнее, в признаке рода предикации. Просто различие логики языка похоже на различие семантики и синтезис. Синтезис. И, в общем-то, в синтезис понятно, что как бы есть нечто, что добавлено в языке. В языке помимо логики есть еще синтезис. И как раз он касается этих падежных окончаний, окончаний форм спряжения и прочее. В общем-то, это естественное такое наблюдение. Значит, еще одно я скажу, и разбежимся мне через полчаса пара. Слово «признак». Мы с признаком работали, когда разбирали отрезки. Меньше отрезок – больше отрезок. Больше отрезок – больше меньшего на эту часть. На определенную величину. Мы назвали ее признаком. Который отличает этот отрезок от этого отрезка. Они были бы одинаковые-то. Но этот – больше, вот настолько. И вот эта часть является признаком, отличающим больше отрезок от меньшего отрезка. Попробуем помыслить этот признак отдельно от сравниваемых отрезков. Мы получим третий отрезок. Просто третий отрезок. В геометрии нельзя отличить признак, сравнивающий два предмета, от сравниваемых предметов. Ага. Да. А тут можно. А тут можно. Тут «ая». Чистый признак. Существующий самостоятельно. Да. В языке можно, а в геометрии нельзя. Потому что геометрия предметна, она наука о фигурах, а язык не предметен, без предметен. Он чисто формален. Если в геометрии еще раз мы выделим признак, вынесем признак, сравнивающий два предмета, за пределы этих сравниваемых предметов, мы получим просто третий отрезок. А в языке мы получаем признак, который выходит за пределы сравниваемых предметов. Веселая и грустная, вынули ая, и ая осталась. И зеленая и красивая тоже будет ая. Признак живет. А в геометрии это не так. В геометрии признак нельзя вынести за отношения сравниваемых конкретных. конкретных предметов. Этими отличаются, собственно, геометрии. Говорят на язык геометрии. Тоже самое, разумеется, и в алгебре все формальные вещи. А язык, именно как язык, это не язык геометрии. Это метафора. Язык нечто иное. Все на сегодня.